Корреспондентку Сотовижен Антонину Фаворскую везут домой для проведения обыска после 10 суток ареста. Антонина Фаворская проходит по делу об участии ФБК, сообщили ОВД-Инфо. Сотрудники Следственного комитета привезли Антонину домой, но освещать следственные действия журналистам не разрешают без объяснения причины. Нашу корреспондентку не пускают даже в подъезд. В Липецкой области к матери участника СВО пришли с обыском. В своем стриме она сравнила погибших в Крокус-Сити-Холле и Белгороде. Через три дня после теракта 50-летняя жительница города Грязи запустила стрим, где сравнила, что террористы мало убили и нужно было 2130 человек убить. И вот тогда бы мы на периферии удовлетворились. Власти Липецкой области назвали слова женщины отвратительными и омерзительными. Сегодня у нее дома прошел обыск. Местная МВД опубликовала видео, на котором женщина признается, что перед стримом сильно выпила и сказала то, что в трезвом уме бы не сказала. 143 заявления о пропаже родных и близких при теракте в Крокусе поступило в следственный комитет. Об этом сообщает сам комитет. На данный момент опознаны тела 84 человек, в том числе 5 детей. Кроме того, на месте трагедии найдены 17 фрагментов тел для установления личностей погибших, которым они принадлежали, проводят генетические экспертизы. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка в описании. Или сканируйте QR-код на экране. В Белгороде беспилотник ударил по зданию областного ОМВД. Взрыв произошел возле здания в центре города на проспекте Славы. По предварительным данным, есть пострадавшие. Сейчас на месте атаки дрона работают полицейские и пожарные. В Госдуме предложили запретить россиянам создавать общественные объединения без регистрации юридического лица. В обосновании своей инициативы депутаты заявили, что текущее законодательство нарушает баланс интересов между государственной безопасностью и правами гражданами на объединении, что недопустимо в период проведения СВО и беспрецедентного противостояния России коллективному Западу. Парламентарии посетовали, что при получении денег организации без образования юридического лица отследить иностранное финансирование практически невозможно. Авторы законопроекта также предлагают запретить создавать общественные объединения иностранным лицам и лицам без гражданства. Уфимскую журналистку Ольгу Комлеву задержали на 48 часов после допроса по делу об экстремистском сообществе ФБК. Об этом написал в социальных сетях Комлева её муж. Журналистку задержали после допроса в Следственном комитете, куда её доставили в качестве свидетеля. В постановлении о приводе сказано, что Комлева неоднократно не являлась по повестке, а значит, противодействовала установлению причастных к преступлению лиц и обстоятельств совершённого. По словам супруга Ольги, женщине готовятся предъявить обвинение. Адвокаты Олега Орлова заявили об издевательствах над их подзащитным в суде. После приговора по делу о дискредитации армии осуждённого правозащитника ежедневно доставляют в суд из СИЗО, лишая еды и отдыха. Зачастую он бессмысленно проводит целый день в конвойном помещении, потому что сотрудники суда не могут обеспечить ему работу с материалами. Правозащитник простужен, лишён горячей пищи, отдыха, а также конфиденциального общения с адвокатом, рассказали в мемориале. Защитники Олега Орлова уже подали жалобу на негуманное обращение в Мосгорсуд. Великобритания назвала бессмыслицей утверждение российских властей о причастности Украины и Запада к теракту в Крокусе. Заявление России о Западе и Украине в связи с нападением на Крокус Сити-Холл полная бессмыслица, написал в своих социальных сетях министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон. Он добавил, что Великобритания поддерживает заявление США о причастности ИГИЛ к убийству людей и взрывам в концертном зале. Никита Калагривый вышел из спецприёмника в Новосибирске после 7 суток по статье о хулиганстве за дебош в баре. Актёр не стал отвечать на вопросы прессы и сразу сел за тонированный автомобиль, который с визгом рванул от спецприёмника и толпы журналистов. Google удалила приложение Мирпэй из магазина Google Play. Скачать приложение нельзя также на официальном сайте Мирпэй. С помощью Мирпэй пользователи смартфонов на Android могли бесконтактно расплачиваться картами Мир. Samsung Pay прекращает работу в России. С 3 апреля компания перестанет работать с карточками Мир. Нельзя будет добавить и использовать уже добавленные карты. Старые карты удалятся автоматически. Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, сообщил серийный доносчик Виталий Бородин. По словам Бородина, после его заявления Генпрокуратура направила соответствующее обращение в Минюст.